На часах ровно семь, а это значит, что наступило утро нового дня. Ну и с вами его встречает Артём Андроновский и Александр Акарнович. Доброе утро! Доброе утро! Вот не было нас почти две недели в этой студии, действительно успел соскучиться. Ну, безусловно, так это и есть. Я тоже, потому что полностью разделять твои чувства. И мы уже подготовили большую сводку новостей сегодня для наших зрителей. Ну и, наверное, начнем с главной новости. И сегодня внимание всего мира, оно приковано к Ялтинскому международному экономическому форуму. В этом году он юбилейный, и на него ожидается больше трех тысяч участников из ста разных стран мира. Ну, действительно, колоссальные такие цифры, потому что мы ждем и дипломатов, и инвесторов, потому что Ялтинский международный форум на нем обычно заключают разные договора, и в том числе инвестиционные, и подписываются на соглашение на большую сумму денег. Ну, а к другим новостям. Текущие нечистоты прямо в центре крымской столицы. Часть районов Симферополя десятилетиями живут без централизованной канализации. Помимо неудобств, это бьет по карману жителей столицы. Необходимо регулярно пользоваться услугами осенизаторов. Кто виноват и что делать, разобрался Александр Федорчак. Это пейзаж не из крымского захолустья, а то, что приходится ежедневно видеть жителям столицы. Мы находимся практически в центре Симферополя, и такая ситуация во всем старом городе. Тонны мусора и запах, который через камеру невозможно передать. А все потому, что жильцам приходится выводить трубы прямо на улицу, нечистоты текут вдоль дороги. Еще четыре года назад жители обращались за помощью в администрацию Симферополя. Ничего не изменилось. Канализации люди как могут, так и пристраивают. Кто пытается построить, выкопать яму, но это бесполезно, потому что здесь подземные воды идут. Постоянно поднимают эту канализацию, поднимают наверх. Хотя бы центральную, люди бы уже сами подкинулись бы от этой канализации. Это уже киевский район города. На улице проезд скалистый, 66 домов. У жителей проблемы похожие. Жители этой улицы только мечтают о нормальных туалетах. Централизованной канализации здесь никогда не было, поэтому по старинке приходится оборудовать выгребные ямы, за откачку которых тоже необходимо платить. Если не вовремя убрать, то нечистоты текут прямо на улицу. Во дворе у Маргариты Барановой теплицы, летняя кухня и туалет. Для всех отходов нужны ямы. Выкачать одну-две тысячи рублей – это практически треть пенсии. Иногда вызывать осенизаторов приходится несколько раз в месяц. Мы стоим на воде бесконечно. Все у нас в воде, все в этой канализации и толку никакого. Ну, по крайней мере, уже должен быть какой-то порядок. Влага разрушает фундамент домов, который выстроен еще в 50-х годах прошлого века. Люди живут в условиях постоянного ремонта. Вот замазано, залеплено, лепим потихонечку все это. Фундаменты отстают от пола. Это все нужно снимать, ремонтировать, делать, заливать. Но это все тоже выливается в большие суммы денег. Обращения в администрацию Симферополя от местных жителей не прекращались. Письмами и звонками не ограничились. Пришлось обивать пороги кабинетов городских чиновников. Были даже на Толстого у инженеров, которые занимаются этой канализацией. Они нам сказали, что техническая документация по этому коллектору готова. Финансирование уже придет. Это был 17-й год. А ВОЗ и ныне там. Ждать подарка от власти некоторые симферопольцы не стали. Решили сделать канализацию за свои деньги. Начали еще в 2013 году. Подрядчик недобросовестный оказался. Остановил это все, бросил. Искали других. Сами своими силами после работы приходили, долбили. Три года 800 тысяч рублей нам это обошлось. Сначала в гривнах, а потом все это в материалы. В администрации Симферополя сообщили, системная работа по обеспечению централизованной канализации всех жителей ведется. Все обращения граждан будут услышаны. Но конкретных сроков решения многолетней проблемы пока не озвучивают. Александр Федорчак, Иван Ковалев. Новости 24. Журналист из Болгарии приехала в Крым, чтобы забрать на отдых в белокаменную уборщицу улицы Симферополя. 17 марта зарубежный гость так впечатлился чистотой столицы республики, что решил подарить дворнику свой сертификат на отдых в дорогом отеле и показать Красную площадь. О случайной встрече, которая стала судьбоносной, расскажет Мария Красновицкая. Это уже вторая встреча акулы-пера и сотрудницы коммунальной службы. Сегодня Татьяна не в рабочей форме, вместо веника в руках цветы. Борис тоже подготовился. Не отрываясь от пирожков, он вспоминает, как поразился чистоте центральных улиц Крымской столицы и призывает прохожих обратить на это внимание. Женщина натыкла, она убирает здесь еще и пироги. Спасибо, что любят. Не надо, все бесплатно. Спасибо, что любят. Спасибо большое. Журналисты дворник познакомились 17 марта. Тогда в составе болгарской делегации Борис прилетел в республику посмотреть, как празднуют пятую годовщину Крымской весны. Я рано утром встал, сейчас в 7 утра, и думаю, почему так чисто, оказывается, вот почему чисто. Оказывается, вы и работаете здесь. Да, 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 с 4 утра, а то и ранее. С 4 утра начинаете работать. Да, чтобы люди шли на работу, чтобы кругом все было чистенько, порядок. Здесь все чисто, даже не за что прицепиться вообще. Как в Швейцарии здесь чисто. Разговор завязался о жизни, о работе. И Татьяна поделилась сокровенным. Вот о чем сейчас вы мечтаете? Какие у вас могут быть мечты? Мечты? А какие же мечты? У меня все есть. А что мечты? Поехать отдохнуть куда-то. После интервью журналист несколько дней вспоминал тот разговор. В январе он выиграл в лотерею Министерства иностранных дел России сертификат на отдых в одном из самых дорогих отелей Москвы. И решил подарить его русской женщине, которая поразила его во всех смыслах. У меня подруга была в Москве. Она говорила, Борис, я только ногти умею красить и больше ничего. Ну что это за женщина такая, которая умеет только ногти красить? А Татьяна и ногти красит и убирает. И сегодня, вы видели, пироги мне еще напекло. Россия освободила Болгарии от турецкого рабства. И некоторые говорят, что Болгария непризнательна. Это неправда. Я именно не могу всю Россию осчастливить. Но решил одну женщину сделать такой подарок и осчастливить ее, чтобы она до конца жизни никогда не забыла этот отдых. Я думаю, это выполню. Поэтому Татьяна, я планирую еще ее катать на красном Феррари в Москве. О намерениях журналиста Татьяне сообщили на работе. Как настоящая женщина, с первого раза принять дорогой подарок она отказалась. И даже не надеялась, что история получит продолжение. Я не ожидала, конечно, что такое будет. Он нашел мой номер, позвонил. Утром раненько. Ты говоришь, я все равно приеду. Я как обещал, я должен свое слово сдержать. Не хотите вообще ехать так? Поехали на выходные дни. Ну, я сказал, хорошо. Ну, конечно, хочется Красную площадь увидеть. Крымчанка никогда не летала на самолете и даже не покидала пределы полуострова. Почти всю жизнь Татьяна работает дворником. Она не считает себя золушкой, но сегодня оказалась в настоящей сказке. В день, когда Борис и Татьяна встретились, она просто выполняла свою работу и даже не знала, что поймала удачу за хвост. Вот сейчас подмету немножко улицу. Вдруг тоже кто-нибудь в Москву на отдых заберет. Мария Красновицкая, Роман Ананьев, Новости 24. Ну, вот такие они, судьбоносные встречи. Действительно, абсолютно случайно. И в итоге, как хорошо все получилось. Недаром теперь и Маша Красновицкая за метлу взялась. Да, это, кстати, между прочим, следует примеру. Но судьбоносные встречи бывают не только случайными, а и специальными. Например, мы регулярно связываемся с нашими коллегами с радио, чтобы узнать, что интересного и поделиться собственными новостями. Собственно, давайте сейчас свяжемся. Доброе утро. Доброе утро. С первого этажа. Доброе утро. Доброе утро. Да, мы знаем, что вы сидите выше нас. Ну, вот расскажите, о чем вы сегодня говорите еще. Мы говорим о начале сезона пожарной опасности в Крыму, который был объявлен в начале апреля. Ну, вот что делать, чтобы, собственно, предостеречь всех нас от палов, от лесных горных пожаров. Собственно, вот об этом мы беседуем с нашими гостями. Это тема первого часа. Ну, вообще, тематика у нас сегодня посвящена экстренным службам. Да. Во втором часе мы будем говорить о работе скорой медицинской помощи. Собственно, как-то так. Ну, да, безусловно, нужно все время поддерживать, во-первых, в порядке территорию, когда ты выходишь даже на те же шашлыки, нужно за собой эти костры все-таки тушить. И не везде их нужно разводить, стоит сказать. Их не везде стоит разводить в принципе, правильно? Ну, в принципе, да. Но главное за собой убирать, как говорится. Ну, и насколько я знаю, может быть, коллеги, как раз-таки ваши собеседники, меня поправят. Ведь сейчас, по-моему, в апреле, если я не ошибаюсь, там ужесточаются правила посещения туристами определенных мест. Да? Не везде можно будет в лесах. Ужесточаются правила посещения туристами некоторых объектов. Ну, с учетом объявленного противопожарного режима на территории Республики Крым, согласно Кодексу административных правонарушений Российской Федерации, административные штрафы за нарушение требований правил пожарной безопасности увеличиваются в два раза. То есть, если награжданинам штраф 5 тысяч рублей, то в условиях особого противопожарного режима это 10 тысяч. На юридическое лицо, на предприятии, если руководитель или само предприятие виновата в сложившейся ситуации, там техногенный пожар, халатность, то штраф со 100 тысяч увеличивается до 200 тысяч. Вот такие вот кардинальные меры, я считаю. Да, надеюсь, это все-таки людей немножко заставит задуматься. Цифры немаленькие. Да, по карману ударит. Кардинальные, но правильные. Потому что беречь природу – это долг и обязанность каждого. Спасибо вам, ребят, большое. Хорошего вам эфира. И вам спасибо. Доброго утра. До встречи. Ну что? А вот действительно, несмотря на то, что сейчас Крым находится в циклоне, скажем так, холодно, небо затянуто, ну, никто не поспорит. По крайней мере, когда я добирался на работу, успел неплохо так закалеть, потому что ветер дует. Полностью с тобой согласна. Вот я тоже вот стояла, ждала машину и думала, ну вот сейчас она подъедет или когда? И может быть мне стоило взять с собой еще шарф. Да-да-да, и шарф, теплую куртку, возможно, и шапку, но об этом чуть позже. Так вот, все равно Крым из циклона рано или поздно выйдет, и начнутся сухие, засушливые, жаркие деньки. В такое время, конечно, крайне опасно разводить костер, особенно неконтролируемый, и более того, его не тушить. Кстати, о том, когда же в Крым придет тепло, или циклон еще немножечко поморозит нашу землю, давайте посмотрим прямо сейчас в прогнозе погоды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну а для наших слабовидящих зрителей хочу озвучить еще раз погоду, сказать, что в Алуште, в Армянске, в Евпатории, в Судаке, в Феодосии сегодня плюс 12. В целом по городам полуострова погода примерно одинаковая везде, единственное, что в Симферополе она будет плюс 11, ну и самая низкая в Бахчисарае это плюс 9. Так что везде плюс-минус 2 градуса разница, но в целом это будет плюс 12 днем и плюс 6 ночью. И дожди, 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 дожди. На наших экранах появится около 20 каналов. Самое приятное, что телевизоры, купленные после 2009 года, будут нуждаться исключительно в перенастройке при помощи пульта. Щелкнул настройки, выбрал способ цифрового приема сигнала и все. Наслаждаешься телевидением без каких-либо помех, проблем со звуком и с яркой, сочной картинкой. Ну, то есть мастера вызывать не надо, деньги ему платить за это не надо, взял, перенастроился. Конечно, в интернете будет достаточно много инструкций, причем даже официальных, от представителей фирмы-настройщиков, поэтому... Так что, если что, мы теперь готовимся к качественной, хорошей, четкой, яркой картинке и все это абсолютно бесплатно. Да, а между прочим, точно так же абсолютно бесплатно и с огромным удовольствием мы делимся с вами как новостями, так и сюжетами. Предлагаем посмотреть следующее. Страховой номер индивидуального лицевого счета есть практически у каждого. Выглядит он как бумажная или пластиковая карточка, на которой указаны персональные данные владельца. На СНИЛ сохранятся сведения о стаже и зарплате. Предъявлять этот документ нужно не только в пенсионном фонде и при трудоустройстве. Его наличие спрашивают в больнице. Некоторые всегда носят его с собой. Я паспорт пенсионный удостоверение при себе нашел. А в обложечку подложенную в случае потребуется, знаете. Стараюсь носить. А почему? Для чего? А ну мало ли что. Где-то что-то пенсионерка, знаете, мало ли что может быть. Чтоб сразу нашли. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал новый закон. Теперь бумажные и пластиковые свидетельства обязательного пенсионного страхования в прошлом. Вся информация будет храниться в электронном виде. Предполагается, что оцифровка данных упростит жизнь и людям, и государству. Я бы согласен, чтобы большинство документов перешло в электронный формат. Очень удобно. Зачем носить лишние документы? Правильно? У них уже все есть. Ты просто приходишь, показываешь свой паспорт, а у них все документы всплывают в компьютере. Правильно? Зачем его носить с собой? Это же это потеряешь и все. Не, ну ребята, вы понимаете, ну везде же требует. Зачем его носить? Если в интернет зайди и все, все там есть. Те, кто только собираются регистрироваться, уже не получат зеленую карточку. Их данные сразу внесут в электронную базу пенсионного фонда. А это значит, что при обращении за муниципальными услугами носить с собой документ не придется. Хотя при надобности всегда можно распечатать бумажную справку. Вот я сюда пришла, если здесь мне скажут, что нужно переходить, пожалуйста, я верю. Абсолютно к этому чуть хорошо. А с собой носить тоже документы только по необходимости. Удобно. А почему? Не знаю, не надо таскаться, она не теряется. Все, уже все записано. Тем, у кого СНИЛС имеется, менять его не нужно. Присвоенный ранее номер действителен и в электронный вид перейдет автоматически. А что делать, если потерялись СНИЛС? Без него невозможно устроиться на работу или записаться в поликлинику. Все просто. Идете в ближайший пенсионный фонд или один из центров. Мои документы с собой берете паспорт и в течение 7 дней получаете новый, уже его электронный аналог, который никуда не пропадет. Переход к новому формату будет длиться 3 месяца. Кроме того, сейчас в России разрабатывают мобильное приложение для документов. И возможно, в будущем мы придем к тому, что для идентификации личности достаточно будет иметь программу на смартфоне. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. А тема документов к теме не менее важной. Дмитрий Медведев поручил разработать проект по снижению цен в Крыму. Об этом он сообщил во время отчета о работе правительства за 2018 год. Также он отметил, что Крым является регионом особого внимания по развитию национальных проектов. Так что это важная и хорошая новость для автомобилистов. Кстати говоря, поговорим об автомобилистах. Расскажу вам про цены на топливо. Следуем за мной. Посмотрим, что там происходит на рынке горючего. Потому что вопрос немаловажный. И в конце концов автомобиль уже есть практически у каждого. Итак, газ 27 рублей 57 копеек. Дизельное топливо стандартно. Дороже менее чем в два раза, но все же 51 рубль 32 копейки. 92-й бензин 46 рублей 99 копеек. Дешевле дизеля. А вот 95-й, естественно. Дорожь 92-го 50 рублей 38 копеек. Но отмечу, все еще дешевле дизельного топлива. 98-й бензин 56 рублей 59 копеек. Опять практически зеркальная цифра. И все же самый дорогой бензин для мощных и быстрых автомобилей. Кстати, о том, что развивается мощно и порой быстро. О тенденциях на рынке ценных бумаг и валюты. Поговорим про два наименования. Евро и доллар. Чего с ними только не происходит. Иногда растут, иногда падают, иногда не двигаются вовсе. Но знать это важно и необходимо. Итак, доллар за единицу 64 рубля 24 копейки. Немного упал. Так что те, кто любит скупать, те, кто занимается валютными операциями, могут спешить на бирже. А вот евро 72 рубля 65 копеек не уступает. И тоже немного снизилось в цене. В принципе, ситуация следующая. Хочу сказать, что тенденция неплохая. Будут снижать цены на топливо, по крайней мере, надеемся. Сейчас немножечко упали цены на валюту. И можно сказать, что, в принципе, можно начать хорошо экономить. Да и более того, заправлять полный бак почаще. Ну, если ты заговорил уже об экономике, я хочу подчеркнуть, что сегодня на Ялтинском международном экономическом форуме работает корреспондент Крым 24 Марина Патрина. И она уже готова с нами поделиться, как идет подготовка к старту такого масштабного мероприятия. Доброе утро, Марин. Доброе утро. Сейчас она нас услышит. Потому что пока не цифровое телевидение. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Артем. Вы, ранние пташки, заставили проснуться и нас, потому что здесь, пока в МРИА, еще пока форум не начался, только организаторы наводят последние штрихи для того, чтобы принять рекордное количество людей на пятом юбилейном форуме в Ялте. Их ожидается более трех тысяч. Из ста стран приедут делегаты, в том числе из европейских стран. Ожидается более 60 мероприятий. Это в течение нескольких дней они будут проходить, начиная от круглых столов, деловых завтраков, пленарных заседаний, сессий, которые будут принимать участие почетные гости. Сегодняшний день, деловая программа сегодняшнего дня, начинается примерно с 9 утра. И ожидается, что будет очень много ярких, насыщенных событий. В том числе будут приедут и представители иностранных делегаций. Я напомню, что сегодня ожидается брифинг Марии Захаровой, представителя МИДа России. После этого она проведет сессию. У Сергея Аксенова, главы республики, также ожидается сегодня обширная программа. Начнется она примерно с 9.30 утра. Он смотрит территорию бизнес-форума. У него запланирована встреча с президентом Республики Южной Осетии Анатолием Бибеловым. И будет подписан ряд соглашений между двумя сторонами. Это и культурное, и экономическое сотрудничество. В общем, форум обещает быть очень насыщенным. Мы пока в ожидании всех этих событий. Готовы во всеоружии. А я напомню, что у нас работать будет в течение всего дня, всего форума, сегодняшнего и последующих дней. Вы знаете, наша студия, которую мы смонтировали. Работают две ПТС, которые обеспечат прямые включения в эфиры телеканала Крым24. Коллеги, сегодня наше с вами включение первое. Я вас с этим поздравляю. Поздравляю с началом пятого экономического форума. Надеюсь, что будет очень интересно. Принесет очень много позитивных результатов и итогов по его работе. Пожелаем нам всем удачи. Спасибо вам, коллеги, за внимание. Я вам желаю доброго утра, вам и нашим телезрителям. На связи. Спасибо большое, Марина. И, к сожалению, да, нам пришлось поднять раньше и Марину сегодня. Но, с другой стороны, все это мы делаем только для того, чтобы вам, наши дорогие телезрители, удавалось вставать тоже вовремя, не опаздывая на работу. Чтобы вы знали, что сегодня происходит в мире и, в частности, в Крыму. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что если затронули мы тему форума, что планируется, что на этом форуме подпишут соглашение на сумму 162 миллиарда рублей. Цифра действительно колоссальная, и нельзя это обойти стороной. Но о конкретной договоренностях, я думаю, позже расскажут наши коллеги в своих прямых включениях, которые сегодня будут целый день транслироваться на телеканалах Первый Крымский и Крым24. А нам, в свою очередь, тоже есть что рассказать. Да и о чем поразмышлять. Вот, Саша, если честно, думаю, как назову, каждый раз, когда в Крыму происходит какое-то масштабное, грандиозное событие, погода говорит, нет, теплой не буду, и насладиться крымским теплом у гостей не получится. Ведь действительно, не первый раз, потому что ровно год назад в Крыму тоже были дожди, в это самое время тоже проходили фридшоу-циклон. Ну, это некоторое негодяйство, я бы сказала, но, с другой стороны, из хорошего, ну, ты мне вчера говорил, что вот еще чуть-чуть подожди к пятнице, должно стать хорошо. Я, конечно, не волшебник, да, но люблю почитать прогнозы погоды, хотя им не всегда можно верить. Но это я к чему веду. На самом деле, в Крыму, несмотря на то, что он ассоциируется с теплом, с пляжами, с прогулками в лесах и по горам, все равно есть на что посмотреть. Происходит много чего интересного. Более того, сами крымчане с большим удовольствием этим с нами делятся, выкладывая свои видео куда? В социальные сети. Даже если это не самые хорошие видео, например, если они возмущаются, но мы же должны вам всю информацию четко, объективно показывать. Поэтому это мы и делаем. Поэтому предлагаем посмотреть к рубрику Крым Онлайн. Остановка на улице Первой конной армии. Точнее, ее остатки. Больше всего местных жителей обижает то, что совсем недавно на этом участке положили новый асфальт, а на остановку, по всей видимости, сил и средств не хватило. Разбитый, но не сломленный. Несмотря на повреждения передней части автомобиля, севастопольский водитель покидает место происшествия, оставляя за собой след из запчастей. В Симферопольской школе номер 4 стадион больше похож на заброшенный пустырь. Приходить сюда за спортивным вдохновением пользователи не советуют. Безопаснее. Становиться выше, сильнее, быстрее в домашних условиях. Колесо обозрения в Керчи. Конструкция явно нуждается в ремонте. Это видео в сети разместили неравнодушные жители города. Боятся несчастного случая. Ведь дно такой кабинки может упасть на людей. Армянск. Девятый этаж одного из многоквартирных домов. В ролике хорошо видно, как струи воды с крыши просачиваются внутрь здания, стекают по проводам прямо на дверь квартиры. Жильцы возмущены в первую очередь тем, что здесь давно не проводился капитальный ремонт. Фиолент – одно из красивейших мест Крыма. Во что его превратили? Здесь образовалась настоящая свалка, которая еще и периодически воспламеняется. В регулярных локальных пожарах пользователи соцсетей обвиняют местных бездомных. Повсюду ржавые пружины от матрасов, бутылки, доски, предметы мебели, сооруженные из подручных материалов. А тем временем в Ялте заметили странный объект. Выше грушевой поляны на плато виднеется что-то яркое в виде купола. И так на протяжении нескольких дней. Очевидцы утверждают, что раньше на этом месте ничего подобного не было. Смотрел на этот купол, ну еще вчера и думал, да почему не сходить и не посмотреть? Если так интересно, что же это такое? Кстати, о куполе, правда, небесном. Все-таки на выходных обещают заморозки. По крайней мере, МЧС об этом предупредил. Но сразу за ними долгожданное весеннее тепло. Ничего, не переживаем, просто одеваемся теплее и выходим на улицу с хорошим настроением. Доказано, оно подогревает и делает так, что весь день проходит точно так же хорошо. Да, но я дополню информацию Артема, что вплоть до 21 даже апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки аж до плюс 2 градусов, минус 2 градуса. Как считается правильно? Ну, ночные, да, до минус 2 градусов, но это ночные заморозки. Ясное дело, днем будет теплее. Такова погода, такие вот фронта приходят к нам с севера. Но есть еще новость. Теперь о погоде социальной. Все помнят кафе, о котором мы рассказывали ранее, когда феминистское кафе, куда мужчин не пускали в определенное время. Но джентльмены купили тюльпанов и пришли поздравлять женщин. В преддверии 8 марта? Это было 8 марта, мы как раз рассказывали об этом 7 марта, насколько я помню. Так вот, уже настрадавшаяся просто несчастная владелица кафе теперь вызывается в следственный комитет, потому что на нее написали заявление за ущемление мужских прав. Вот так что, если хотят равноправия, наши дамы должны быть готовы к ответным мерам. Поэтому либо вам сумки помогают носить и цветы дарят, либо вы все сами. Поэтому надо думать, чего хотим и любым. Я, Саша, хочу сказать, что посмотрел на эту ситуацию немного, несколько с другой стороны. Человек захотел уединить, создать свой маленький крохотный мирок, в котором живет по своим правилам, пусть даже не самым вежливым по отношению к другим людям. Но ведь он никого не звал и никого не просил приходить насильно. Поэтому мне кажется, что ситуацией должна разбираться Фемида, ведь, как известно, она слепа и не видит никаких благ, которые ей предлагают, а судит исключительно по справедливости. А мы можем только удивиться тому, что там настолько заобиженный мужчина был, который подал на женщину заявление. Я понимаю, но понимаешь, почему я не хочу вот этих разограничений в кафе по различному, по полам, да, разницы? Потому что это то же самое, что делить по национальности, да, или по цвету кожи. Вот у меня какие-то вот такие ассоциации идут. А если ты хочешь объединиться, уединиться, то можно найти для этого места клуб по интересам. Но если они идут по дискриминации какого-либо рода вообще, если, ну, просто ты такие рамки себе ставишь, нужно их ставить относительно всего, мне кажется. И все же, казалось бы, просто тюльпаны на 8 марта, а получилось что? Да фактически историческое событие. Кстати, об этом. Давайте посмотрим, что в этот день происходило в прошлом. 18 апреля по новому стилю отмечается День воинской славы и День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году. Знаменитое ледовое побоище сыграло важную роль в истории и считается одной из крупнейших битв. С 18 апреля 1902 года для установления личности преступников криминалистики стали использовать дактилоскопию. Данный метод очень эффективен, поскольку идентичных, одинаковых отпечатков пальцев не существует. 18 апреля в 1909 году Ватикан канонизировал Жанну Дарк, которую Инквизиция сожгла на костре в 15 веке. Спустя почти пять столетий Орлеанская дева была полностью оправдана. 18 апреля в 1923 году основали спортивное общество «Динамо». Его лозунгом стали слова «Сила в движении». Формирование команды поручили Федору Чулкову, трехкратному чемпиону Москвы по футболу. 18 апреля в 1925 году Париже основали Международный союз радиолюбителей. Этот день считается их профессиональным праздником. Сегодня в состав организации входят представители из 150 стран мира. 18 апреля с 1982 года отмечается Международный день памятников и исторических мест. Девизом этого праздника стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Сегодня в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значений. Ну а мы продолжаем знакомить зрителей с циклом видеороликов, посвященных 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И сотрудники нашей телерадиокомпании совместно с актерами Русского драматического театра имени Горького подготовили целый цикл передач. И один из роликов мы можем показать прямо сейчас. Русского драматического театра И могу вам сообщить со своей палаты, Что большой любитель жить, выжил я, ребята. И хотя натер бока, належался лежним, Говорят, зато нога будет лучше прежней. Озабочен я сейчас лишь одной задачей, Чтоб попасть в родную часть, никуда иначе. С нею жил и воевал, курс наук усвоил, Отступая, пыль глотал, Наступая, снег черпал валенками воин. И покуда что она для меня солдата, Все на свете, все сполна. И родная сторона, и семья, и хата. И охота мне скорей к ней в ряды вклиниться. И дождавшись добрых дней, По смоленщине своей топать до границы. Впрочем, даже суть не в том, Я скажу точнее. Доведись другим путем до конца идти, Пойдем где угодно с нею. Если ж пуля в третий раз Клюнет насмерть злая, То по крайности среди вас, Братцы, свой последний час Встретить я желаю. Только с этим мы спешить Без нужды не станем. Я большой любитель жить, Как сказал заранее. И поскольку я спешу Повидаться с вами, Генералу напишу теми же словами. Полагаю, генерал, Как-никак уважит, Он мне орден выдавал, В просьбе не откажет. За письмом, надеюсь, вслед Буду сам обратно. Ну и повару привет От меня двукратный. Пусть и впредь готовят так, Заправляя жирно, Чтоб в котле стоял черпак По команде смирно. И одним слова свои Заключить хочу я, Что тяжелые бои, Как погоду чую. Сплю скорей, дожду вестей. Все сказал до горки. Обнимаю вас, чертей. Ваш Василий Теркин. Ну, каждое утро мы знакомим вас с каждым новым роликом и продолжим это делать в будущем. Ну, а сейчас нас ждет Таня Балыкина. Она находится в Симферополе и уже готова пообщаться с нами. Она на прямой связи со студией. И мы с Артемом уже просто обсуждаем, о чем она нам сейчас будет говорить с нами. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Здравствуйте, крымчане. Я сейчас нахожусь в парке имени Тренева. Здесь вот, смотрите, так уже свежо, но на самом деле очень холодно, потому что я вот, например, сейчас гуляю минут 10 и уже успела замерзнуть. Потому что дождь был вчера. Обещают синоптики, что дождь будет и сегодня. Причем не только в Симферополе. Вообще осадки будут по всему Крыму. Например, сейчас по ощущениям плюс 1 градус где-то, а вот синоптики говорят, что у нас плюс 4, плюс 6 градусов, но кажется, что намного ниже. Например, днем температура поднимется до плюс 7, плюс 9 градусов. Но я не думаю, что мы почувствуем значительные изменения, потому что, несмотря на это, очень сыро и весь день будут осадки. Причем по всему Крыму. Опять же повторяю. И вот ветер 7-12 метров в секунду. Он, не знаю, мне сейчас кажется, что он очень холодный. Например, в Сибастополе 10-15 метров в секунду. На ЮБК тоже ветер входит у нас 7-12 метров в секунду. Здесь очень шумно. Я сейчас отойду чуть дальше от дороги. Коллеги, также я хочу сообщить о том, что в интернете можно уже видеть, поступило от МЧС сообщение о том, что у нас на выходных еще похолодает, погода еще испортится, будут заморозки по всему Крыму. Особенно вот в степных и предгорных районах. Поэтому в это время особенно нужно будет быть осторожными на дорогах. Будьте бдительны, коллеги. Я передаю вам слово. Мне прям совестно стало, что мы Татьяну подморозим сегодня. Такой вечер я слышу прямо. Да он гудит громче автомобиля, крупногабаритного, я хочу сказать. А мы присоединяемся к Тане. Мы уже тоже говорили вам про заморозки, но мы присоединимся и к коллегам радио. Никогда не рано говорить про лесные и степные пожары. Ну, тем более на фоне такой новости. Все дело в том, что в Курске пожарные фактически усыновили погоревшего ежонка. Дачники, как всегда, в засушливую погоду решили спалить лишнюю траву. Ну, скажем так, первобытный метод прополки поля, правильно? Когда сырники просто выжигаются. Ну так нельзя делать на самом деле. Конечно, совершенно нельзя. Ну и вот, в общем, заботливые граждане, конечно же, вызвали пожарную. Они потушили поле, когда смогли, а когда прочесывали территорию, нашли ежонка, у которого сгорели иголочки. Ну, не все, конечно, но сейчас у него все в порядке. Пузико и лапки, причем я могу так говорить про ежа, потому что у него пузико и лапки зажили. И теперь его будут отправлять в родные степи, отдыхать. Но главное, чтобы никто опять траву не решил не жечь. Потому что мы напоминаем, этого делать нельзя, ни в коем случае. Это угрожение жизни не только степных жителей, но и соседним домам, потому что огонь элементарно перебрасывается на деревянные заборы и конструкции. Ну и зная, насколько Артем, в принципе, восприимчив к животным, насколько трепетно он к ним относится, я полностью его поддерживаю в этом плане. И соглашаюсь с тем, что если вы уже решили навести порядок на своих оборотах, давайте делать это таким способом, чтобы при этом не страдали ни другие люди, ни животные, и тем более, чтобы не было вероятности, что сгорит чья-то недвижимость, чье-то имущество. Чтобы никто не пострадал. Но, а пока, а пожары нам и не грозят. На Крыму, в Крыму сезон дождей. Кстати, в дожди растут грибы. О том, где у нас больше всего, в больших количествах растут грибы во время нашего сезона дождей, расскажется ли я Салямова. Именно так в Нижнегорском районе начинают грибной сезон. Здесь, вне зависимости от времени года, среди садов выращивают вешенки. Процесс выращивания вешенки начинается, самое главное, с качественного сырья. Для этого мы используем местную солому, которая, вы видите, она без гнили, качественная, хорошая, сухая. Солома – это корм для грибов. Ею они будут питаться во время созревания, поэтому для хорошего пищеварения сухую траву нужно размягчить, а потом искупать. А это своего рода душевая, где солома смешивается с водой при 70 градусах в течение получаса, а она очищается от различных загрязнений, после чего питательная среда для мицелия готова. После вводных процедур солома попадает в пастеризационный тоннель. Здесь происходит обработка паром. Такая процедура длится 36 часов. Тем самым мы убиваем в соломе абсолютно любые вредные примеси и готовим идеальные условия для инокуляции, то есть для зарастания нашей вешенки. Делают это в самом чистом помещении, где перед началом посева происходит полная дезинфекция как оборудования, так и человека. Ведь любой упущенный микроорганизм может убить всю партию грибов, а это 12 тысяч тонн. После того, как солома прошла всю необходимую водную и паровую обработку, ее необходимо смешать с мицелием. Это происходит с помощью вот такого оборудования, после чего смесь помещается в мешки, которые на месяц станут домом для грибов. Когда грибные блоки сформированы, их развешивают в ростовых комнатах. Один такой зал вмещает полторы тысячи мешков, каждый из которых прослужит два месяца и даст более двух килограммов. Но сначала вешенки должны обжить предоставленные им квадратные метры. Идет процесс обрастания. Это вот хорошо видно на тестовых мешках. Вы видите, что мешок белого цвета. Это значит, что вот это все это мицелий. То есть это все грибница полностью, плотная грибница. И с нее начинают потом образовываться вот такие вот выходят примордии, которые в дальнейшем становятся грибами нашими. Чтобы приспособиться к привередливым вешенкам, научиться поддерживать температуру в пределах 16 градусов и высокую влажность, сотрудникам предприятия понадобился год. В ростовой комнате создается особый температурный режим. Мы видим, что вешенки чувствуют себя очень здесь комфортно. Своеобразная поляна буквально усыпана грибами. И вот хотела обратить ваше внимание, что вот эти малыши буквально через три дня достигнут вот такого размера и будут готовы к употреблению. Если все условия соблюдены, то уже через 28 дней можно собирать урожай. Основная часть продукции сразу отправляется на материковую часть России. В Крыму же она продается на ярмарках или же поступает для переработки на консервный завод, где эти грибы маринуют. Сейчас проблем с реализацией нет и руководители предприятия намерены увеличивать производство. Салья Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Что уж сказать, такое грибница и крымские дожди не нужны. Все произрастает само благодаря технологиям, тщательно проработанным и продуманным. А я хочу напомнить, что в лесах Крыма съедобных грибов нет. Вообще нет? Да. В прошлом году, точнее, прошлым летом, МЧС предупреждало, что в Крыму есть исключительно относительно съедобные и несъедобные грибы. Относительно съедобный гриб это гриб, который при правильной готовке не ядовит, но при неправильной все-таки токсичен и может вызвать отравление. Ну, а когда вот в полях, допустим, мы вот сколько можем ехать, да, когда останавливаются грибники, их называют грибниками, люди, которые становятся, бросают свои машины на обочине дороги и после этого идут с детьми и собирают грибы по полям. Но если не говорим про леса, там же есть какие-то... Нет, нет, смотри, эти люди умеют готовить грибы правильно. Ну, а настоящий съедобный гриб можно употреблять сырым. Он безопасен для человека в принципе. Шампиньон съедобный? Шампиньоны, они растут у нас насколько прямо в полях, выращивают в специальных грибницах. Не, но они вообще съедобные? Конечно, конечно. Но получается их сырыми? Любимый всем портабелло. Тоже съедобен абсолютно. То есть его можно есть с рыбом. Просто это тяжелосваемая пища. Будет, ну, просто болеть живот, потому что ты элементарно тяжело это перевариваешь. Но токсинов в них нет никаких. Вообще в тепличных грибах нет никаких токсинов. Их можно употреблять. Другое дело, что сырой гриб совершенно невкусный. А ты грибы собирал, когда в последний раз? Нет, я грибы не собираю совершенно, потому что я этих вещей боюсь и предупреждаю всех окружающих, что это была официальная информация, не мы придумали. Поэтому, конечно, я уверен, что сейчас появились определенного рода скептики, которые говорят, что 40 лет собираю в этих лесах грибы и ни разу. Ну, потому что у вас есть навыки в их приготовлении. А вот турист незадачливый, который просто гуляет по крымским лесам, нашел гриб и по-быстрому поджарил его на костре, может об этом пожалеть. Ну, по крайней мере, в лучшем случае это закончится расстройством желудка. А в худшем последствия могут быть даже самые плачевные. Поэтому ни в коем случае не кормим свежесобранными грибами маленьких детей, по-моему, до 6 лет, да? Если я не ошибаюсь, вообще запрещено грибы давать, потому что это сложно усваиваемый продукт. Да, конечно. Хоть и богатый белком, но предлагаю от степей лесов перейти к комфортабельному холлу Мрия. Да, наверное, там сейчас как раз таки вовсю идут приготовления, да? Конечно. И Марина Патрина уже с нами на связи, со студией. Это прямой эфир, я напоминаю, что... Доброе утро, Саша. Доброе утро, Артем. Еще раз мы снова выходим в эфир, и уже, как вы видите, с нашей студии, у нас есть первый гость, мы работаем на 5-м международном экономическом форуме в Ялте, и готовы пообщаться сейчас с пресс-кредитарем Крымского строительного управления ВАД Григорием Назаровым. Доброе утро. Доброе утро, Марина. Вы проснулись. Как настроение? Отличное, отличное настроение, огромные ожидания от форума, очень интересно, что будет представлено в этот раз. Скажите, пожалуйста, с какими ожиданиями, с какими настроениями? Еще ничего не началось, мы уже, в принципе, работаем, уже осмотрели площадку, понимаем, что большие перспективы на эти дни у бизнес-сообщества, у деловых кругов, у представителей властных структур. Что вы для себя хотели бы почерпнуть из этого форума, из этого общения делового? Что могли бы предложить, каким опытом готовы были бы поделиться? Ну, меня, как предсекретаря, в первую очередь интересуют секции, связанные со СМИ, которая, как вы знаете, будет здесь представлена. С точки зрения компании, как все прекрасно знают, Таврида – это трасса первой категории, движение по которой будет абсолютно бесплатным, были некоторые слухи, спешу их развеять. Финансирование строительства ведется полностью с федерального бюджета, поэтому с точки зрения инвестиций – ну, это не мы. С точки зрения экономики, ну, компания ВАД делает значительный вклад в экономику полуострова. Гребите на всю Россию. Что же там про Крымский полуостров? Ну, у нас порядка половины сотрудников – это жители полуострова, поэтому это и фонд оплаты труда, и налоги, и прочие вещи. Ну, а так, конечно, хотим посмотреть, что здесь будет в этот раз. Потому что каждый форум, мы участвуем уже в третьем форуме, каждый форуме очень интересен. Какой результат это может дать, в принципе, для отрасли, для бизнеса? Вот является ли это хорошим стимулом для того, чтобы дальше, там, ну, условно, сверить часы, да, и работать в одном направлении, в каком-то развивая свои какие-то направления, свои бизнес-проекты, и понимая, что здесь все слышат, встречают с позитивом и готовы работать? Мы, как дорожники, свои проекты обсуждаем на площадках Минтранса, это «Транспорт России» и «Дорога России», наши две основные выставки. С точки зрения бизнеса, ну, это пахальное событие для Крыма, то есть это мероприятие, которое позволяет привлечь сюда огромные инвестиции, позволяет привлечь людей, показать все возможности полуострова со всех точек зрения. Ну, а вы с кем-то подружились? Вот в процессе этих трех форумов, когда общались здесь с коллегами, да, не первый год здесь, наверное, уже, а в этот раз приезжаете и здороваетесь, с каждым вторым, наверное, уже понимая, что это все объединяет. Ну, все предсекретари, всех крупных компаний, ведомств всегда здесь, поэтому, да, это в том числе площадка для того, чтобы мы налаживали взаимодействие в своей сфере. Ну что ж, остается пожелать нам хорошего сегодняшнего дня, последующих, продуктивной работы, чтобы все у нас получилось и максимальный результат достигли вы и мы для того, чтобы... Марина, а вам интересных гостей. Огромное спасибо, хорошего дня. А я напоминаю, коллеги, что мы работаем на пятом международном экономическом форуме. У нас сейчас был первый гость Григорий Назаров, пресс-какторик ВАДА. Жидаем на этой студии сегодня множество гостей, будут эксклюзивные интервью, мы будем рассказывать о всем самом интересном, что будет происходить здесь, на этой площадке. Саша, Артем, вам доброе утро еще раз. Ждем включения и ждем в эфир. Снова хотим, потому что будет много чего интересного. Ну и, к счастью, у нас мы можем сказать, что в эфире мы с вами еще встретимся. Спасибо большое, Марина. А я хочу обратить внимание, что вот эта вот площадка, ты видел, выездная студия? Это вот наша новая выездная студия, на которой сейчас Марина Патрина общалась с Григорием Назаровым. И именно с нее сегодня как раз таки Марина, да и другие корреспонденты КНД-4, Первокрумская будут делать прямые включения с гостями, не только с нашими гостями-представителями власти, но и в том числе с иностранными гостями, инвесторами, дипломатами. Поэтому сегодня будет очень насыщенный день в плане телевизионных включений. Насыщенный день будет и в плане информации, потому что, поверьте, нам есть чем поделиться. Например, давайте посмотрим, какие новости произошли в интернете за последнее время. Дом там, где тебе хорошо. А если своей недвижимости нет, сгодится и транспорт. В сеть попала видеонарезка процесса обустройства жилья в кузове автофургона. Тут все как надо. И паркет, и шумоизоляция, и освещение по периметру. Помощь друзей пришлась как раз кстати. А что, получилось очень даже уютно. Зачет за трудолюбие. Ловкость рук и никакого мошенничества. Тем более, если руки не две, а четыре. По сети разлетелся ролик, в котором два товарища обманывают доверчивого зрителя. Реакция парня не может оставить без улыбки. Особенно забавно наблюдать трюк со стороны. Магия еще никогда не была настолько реальной. Вы, должно быть, не знали, но у борзых удивительный не только внешний вид. Чудеса мимической гибкости демонстрируют четвероногая героиня этого видео. Оказывается, за стройностью фигуры скрывается невероятная эластичность. Так вот, что значит вертеть носом. Быстрее, выше, длиннее. НАСА продолжает покорять рубежи возможного. Самый большой самолет в мире Страта Лаунч совершил свой первый испытательный полет. С общей длиной крыльев в 117 метров он предназначен для запуска небольших ракет. Пик достигнутой скорости 280 км в час. Ветеран морской пехоты США пересек финишную черту на коленях. Бывший боец сбежал дистанцию в честь погибших товарищей, но на последних километрах его ноги подкосились и он упал. Не сдавшись, он продолжил свой путь к цели буквально по-пластунски. Очевидцы пытались помочь, но мужчина упрямо отказывался, желая закончить начатое и почтить память друзей. На финише ему оказали медицинскую помощь. Архитектура, как известно, не стоит на месте. Популярность набирает ролик, снятый в терминале нового аэропорта в Сингапуре. Тропическая оранжерея и падающий со стеклянной крыши водопад поражают своей красотой и изяществом. Особой футуристичности добавляет электронный трамвай, идущий по Виадуку. Собаки не любят почтальонов. Это, конечно, не новость. Но чтобы неприязнь заходила так далеко, четвероногий охранник настолько сильно не хотел отпускать доставщика писем, что буквально выпрыгнул в окно. Ничего, что оно закрытое. Грохот бьющегося стекла испугал молодого человека, но, вероятно, и остановил защитника дома. Главное, теперь быстро вернуться в автомобиль. Но с животными, к сожалению, не всегда связаны лишь веселые новости. Например, недавно произошло грустное и просто невероятное событие. Под Казанью неизвестные совершили рейд, буквально нападение на приют для бездомных животных, куда они ворвались с оружием и, пригрозив работникам приюта, убили несколько животных. Это в каком городе? Под Казанью. Ну, не знаю, как объяснить, как этот поступок можно назвать. Наверное, никак не будем называть, потому что хороших слов точно не найду. И такое должно, конечно, караться уголовным наказанием. Обязательно. Сейчас уже подозреваемого ищут и, скорее всего, найдут. Но, кто еще может найти для себя дом из подобного приюта и обрести семью и быть самым верным для вас другом, так это герой нашего следующего ролика. Волшебная Сью. Очаровательная и умеющая любить. Сью будет вам и охранницей, и самым добрым другом. Обратите внимание на девочку. Она прекрасно разбирается в людях и понимает, где нужно подать голос, а где помахать хвостом. Звоните, привезем. Плюс 7978-863-1103. Так что вот так вот можно сделать и доброе дело и для себя, и в это время помочь животному. Но, конечно, к таким поступкам, к таким вещам, я считаю, что нужно быть максимально готовым психологически и понимать, что ты теперь будешь нести ответственность не только за себя, но и за других. А мы тем временем несем ответственность за то, что показываем зрители. Поэтому мы прыгнули на холодную, затуманенную, но все еще просторную площадь Ленина при помощи технологии интернет, между прочим. Так что давайте посмотрим, как обстоят дела в центре города Симферополь. Ну, благодаря тому, что солнца сегодня нет, что погода пасмурная, поэтому экран, по крайней мере, веб-камеры, как обычно, у нас не засвечен. Да, и вот я не знаю, радоваться этому или нет. Знаешь, хотя бы это был добрый знак того, что мы после эфира выйдем на улицу подышать и насладимся ярким, теплым, весенним солнышком. А сейчас, конечно, весенний циклон, если это вообще не оксюмирон, и так сказать можно. Ну, и мы просто теперь, по крайней мере, радуемся тому, что можем показать вам качественную картинку, а вы можете видеть, какая погода на улице, что, в принципе, и тротуар мокрый, и лужи местами есть, поэтому, когда одеваемся, либо сейчас очень модные резиновые сапожки разные, да, для девушек и для детей, допустим. А я думал, ты уже мне предлагаешь, знаешь просто. Ну, я знаю, что у тебя есть хорошие, качественные ботинки, которые ты будешь надевать, и поэтому, и Артемам просто не придется думать о резиновых сапогах. Вот о чем действительно нужно подумать, так это мамам, которые собирают сейчас своих детей в детские сады, их нужно укутать потеплее и быть максимально готовыми к тому, что сегодня будет прохладно. Да, мы тем временем смотрим, что же еще мы можем показать нашему зрителю. Хочется выбрать максимально красивый вид. Ну, а где у нас чаще всего бывают красивые виды? Это, конечно, южный берег Крыма, но нельзя сказать, что в северном Крыму нет красивых видов. Они, безусловно, есть. Но вот если мы хотим насладиться морем, черным морем, я сейчас говорю о нем, это всегда, конечно, Ялта, Алушта. Ой, и вспомнила про Судак. Действительно, Судак считается одним из самых привлекательных для туристов городов Крыма. Это тот регион, в котором, во-первых, в прошлом году, я помню, что по данным Центра Российской статистики было определено, что в Судаке самый... Судак вошел в топ-5 недорогих курортов России, то есть не только Крыма, но и России, поэтому туда охотно едут, потому что виды потрясающие, крепость есть, и при этом и море, и горы, и все, что мы хотели бы, и при этом платить за это нужно немного. Ну, в принципе, насколько я могу помнить, квартира, либо такое помещение, да, однокомнатное, в принципе, со всеми условиями, санузлом с комнатой, с телевизором, с кондиционером, стоило примерно 1200, даже можно было такое найти, но не в июле, а вот примерно в июне, потому что, когда идет разгар курортного сезона, ситуация несколько, конечно, меняется. Ну, несколько дороже отдых будет стоить в Севастополе, либо в Ялте, конечно, гораздо дороже, уже, что тут скажешь. Ну, в Ялте, наверное, поэтому едут отдыхать в межсезонье, потому что, ну, по крайней мере, наши местные крымчане, а вот туристы, конечно, хотят в другое время года. Что хочу сказать, по определенным причинам, конечно, не смогли мы с вами сейчас в прямом эфире побывать на набережной Ялты и Алушты, а очень хотелось, но ничего, у нас всегда есть корреспонденты, которые выполняют свою работу вовремя, а главное, делают интересный сюжет, поэтому давайте посмотрим, чем в Алуште занимался Александр Ткачев, может быть, зарядимся приморским теплом. Ну, хоть так на море посмотрим. Долина реки Улу-Узень одно из наиболее живописных мест в окрестностях Алушты. Улу-Узень переводится как «большая река». Водосбор реки находится сразу на двух яйлах Четырдакской и Бабуганской. За тысячи лет вода принесла с собой мелкие глины и гумус, которые и образовали плодородный слой почвы. Эти земли издавна любимы виноградарями и садоводами. В речной долине глубокие плодородные почвы, а близость моря обеспечивает мягкий климат. Именно поэтому здесь произрастают наиболее теплолюбивые сорта винограда, в частности, мускаты. Алуштинский регион славен именно своими десертными винами. Теруар – так виноделы называют микроклиматический регион выращивания винограда. И пойма реки Улу-Узень в этом смысле уникальна. Из-за долгой и теплой осени ягоды на лозе могут держаться до ноября-декабря. Из такого суперсладкого винограда здесь готовят так называемые такайские вина. Сегодня это земли совхоза Алушта, но в XIX веке территория принадлежала генералу Раевскому, за что и получила название «Рай». Позже поместье перешло в собственность богатого купеческого рода сарибанов, которые прославили эту землю на всю Российскую империю. Михаил Сарибан слыл фанатичным агрономом и требовательным хозяином. В его садах росли груши массой до полутора килограммов. По рассказам очевидцев, секрет таких урожаев в необычайной подкормке. В грунт под деревья закапывали свежевыловленную черноморскую хамсу. Рай, принадлежавший одиозному помещику с пришествием на полуостров коммунистов, резко окрасился в красный цвет. Имение сарибан в собственность государства передал добровольно, за что был назначен управляющим новообразованного колхоза. Отдан был советскому народу и дом купцов-караимов. В нем разместилось общежитие. Здесь, под пологом двухсотлетних кедров и располагается само имение. Оно построено в стиле ар-нуво в модном направлении модерна конца 19-го начала 20-го века. Здание и сегодня разделено между несколькими хозяевами. Из-за многочисленных перестроек некоторые декоративные элементы не сохранились. Остался лишь карнизный фриз в виде переплетения каштановых листьев, кованное ограждение балкона, пинакли с цветами подсолнуха и витражная роза на балконе. Исчезли и сады. Разве что островки величественных хвойных деревьев на фоне бесплодных склонов выдают остатки богатого хозяйства. Местность вокруг Изобильнинского водохранилища иногда называют Крымской Швейцарией. И правда, главная гряда Крымских гор здесь поднимается наиболее высоко и немного похоже на Альпы. Вершины Чучель, Черная, Берлиан, Кош, Синап, Даг на Бабуган, Еле, Экклези и Ангар-Бурун на Четердаге образуют над глубокой долиной настоящий амфитеатр. Именно поэтому здесь в 1979 году решили возвести Изобильнинское водохранилище. Для его организации русло реки Улу-Узень перекрыли 70-метровой дамбой. Сегодня это самый глубокий пресноводный водоем полуострова. У его северной границы берет начало Крымский природный заповедник, где сосредоточено все разнообразие дикой природы полуострова. Александр Ткачев, Олег Бойко, Утро нового дня. В таком веселом, а главное, что информативном тэпе прошел первый час. В прямом эфире на канале Первый Крымский и Крым24. Но есть хорошая новость. Мы будем с вами еще целый час. Поэтому кто не успел проснуться, завариваем чай, кофе, неважно, и слушаем, потому что нам есть что вам рассказать. А слушаем мы сегодня Артема Андроновского и Александра Карновича. Как сказал Артем, мы уже с вами были целый час в прямом эфире и еще целый час пробудем. Поэтому просыпаемся, наслаждаемся этим утром. А я пока познакомлю вас с последними новостями. Ну, начнем с того, что мы только недавно с Артемом затрагивали тему спирта и незаконной алкогольной продукции. Так вот, сотрудники федеральной службы безопасности уже смогли задержать тех людей, которые пытались перевезти 15 тонн спирта под видом, на минуточку, это парадокс, какой-то детской питьевой воды. Но также удалось обнаружить и подпольный цех по производству алкогольной продукции. Но вот то количество задержанного алкоголя, которое удалось уже в принципе предотвратить его попадание на прилавки магазинов, в целом оценивают как полтора миллиона рублей. Но сумма немаленькая. Ну а теперь к новостям о крымской столице. Вместо щебневой подложки для плитки куски старого асфальта новое дорожное покрытие в ямах, а разметка противоречит правилам движения. Все это следствие реализации федеральных программ на севере Крыма. Жители жалуются, до было лучше. По проблемным точкам проехала наш собственный корреспондент Евгения Довжик. И как регионы будут исправлять ошибки? Ответ в следующем материале. Когда жители почетного Красноперекопского района узнали, что их село ждут преображения, то даже не догадывались, насколько они их удивят. Подрядчик, который работал здесь в рамках программы формирования комфортной городской среды, применил впечатляющие авторские технологии. А здесь комфортная среда формируется по системе ноу-хау. Подрядчик сделал подложку из кусков старого асфальта. И это лишь часть новшеств, применяемых работниками. Только вот объяснять людям такое современное искусство ремонта они не спешат. Подрядчик не идет на контакт и не устраняет. На нашем объекте всегда работает субподряд. Субподряд вы понимаете, что у нас нет с ними договорных отношений. Потребовать с них качества, то, что важно, мы не можем. Свою оценку работе дали активисты Общероссийского народного фронта. Это не то, что на 3 с минусом, это на 2 с минусом, потому что мы приезжали двор и на эту территорию еще в декабре месяце. Работа на том этапе, на котором они были в декабре, на том же этапе остановились. Те замечания подрядной организации, которые изначально были, они не устранены. Во всем виновата погода. Так утверждают представители подрядной организации. С нашей съемочной группой они оказались общительнее. Заверили, неуд будут исправлять. Работу над ошибками проведут в ближайшее время. Видите, погодные условия по-разному. То есть погодные условия только мы помешали вам сдать объект в срок, а так срок сдачи объекта еще конец прошлого года? Все прекрасно понимаю. Стараемся нагнать все, что можно сказать. Сколько вам еще нужно времени, чтобы закончить объект? Здесь осталось недели на две такой усиленной работы. В самом Красноперекопске картина один в один. Четыре придомовые территории должны были сдать еще зимой 2018-го. Там тоже так, что-то наложили. Спасибо, конечно, свет сделали, все сделали. Ну, бардак оставили невыносимый. Еще и сейчас не доделано. А когда оно будет? Так, конечно, не делается, так что-то некрасиво. Надо было все закончить. Да надо было вообще начинать не так, как надо, а как положено, по-хозяйски. А это что, один раз начали, закончили, бросили. Сроки сорваны, дороги разбиты, вокруг кучи строительного мусора. И так во всех местных дворах, которые попали в федеральную программу в прошлом году. Проблема в том, что подрядные организации, которые там работают, они не могут организовать вообще работу. Дело в том, что, ну, элементарные премьеры, они выкладывают тротуар, а потом занимаются вывозом мусора. И то есть, техника уже ездит по тротуару. Плюс еще стоят вопросы по качеству проводимых работ. Если в течение месяца строители не выполнят своих обязательств, местные власти расторгнут контракт в одностороннем порядке. А в Джанкой недоработали дорожники. Сдав эксплуатацию улицу Ленина после капитального ремонта, они нанесли разметку, не учитывая при этом интересы близлежащих улиц. Например, для того, чтобы повернуть на улицу Восточная со стороны московской трассы, водитель так или иначе вынужден нарушать правила дорожного движения, пересекая при этом две сплошные. Денис Даниленко живет как раз в этом районе. Все прелести ремонта сразу ощутил на себе. Водонарушение однозначно, если пересекаешь двойную сплошную, то попадаешь, это уже тысяча рублей штраф, а так, чтобы попасть утром на работу вовремя, приходится делать круг через весь город. Из-за такой разметки вынужденных нарушителей в Джанкой сотни. Вот есть офисы, к которым мне надо заехать в бывшее здание сберкассы. Я туда не могу повернуть, от улицы Островского и до улицы Октябрьской разрыва вообще нет. Ну, даже вот, допустим, для разворота нет это совместно. И этот светофор для разворота тоже неудобный. В местной администрации недоумевают. Проект обустройства улицы Ленина был согласован всеми структурами и ведомствами. Мы все пожелания наших граждан выслушали, приняли к сведению и будем дальше работать с этим вопросом. Потому что, ну, да, люди ездили по одному типу, а тут заставляем их ездить уже по другому типу движения. Будем, в ближайшее время будет рассматриваться этот вопрос. А авторы этих и остальных работ на Север Крыма вполне могут попасть в черный список подрядчиков. И тогда вход на объекты республики им будет закрыт навсегда. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24. Журналист из Болгарии приехал в Крым, чтобы забрать на отдых в Белокаменную уборщицу улиц из Симферополя. 17 марта зарубежный гость так впечатлился чистотой улиц столицы республики, что решил подарить дворнику свой сертификат на отдых в дорогом отеле и показать Красную площадь. А случайно встречи, которая стала судьбоносной, расскажет Мария Красновицкая. Это уже вторая встреча акулы-пера и сотрудницы коммунальной службы. Сегодня Татьяна не в рабочей форме вместо веника в руках цветы. Борис тоже подготовился. Не отрываясь от пирожков, он вспоминает, как поразился чистоте центральных улиц Крымской столицы и призывает прохожих обратить на это внимание. Журналисты дворник познакомились 17 марта. Тогда в составе болгарской делегации Борис прилетел в республику посмотреть, как празднуют пятую годовщину Крымской весны. Я рано утром встал, сейчас в 7 утра и думаю, почему так чисто оказывается, вот почему чисто. Оказывается, вы работаете здесь. Да, да, да. С 4 утра, а то и ранее. С 4 утра начинаете работать. Да, чтобы люди шли на работу, чтобы кругом все было чистенько, порядок. Здесь все чисто, все даже не за что прицепиться вообще. Как в Швейцарии здесь чисто. Разговор завязался о жизни, о работе. И Татьяна поделилась сокровенным. Вот о чем сейчас вы мечтаете? Какие у вас могут быть мечты? Мечты? А какие же мечты? У меня все есть. А что мечтать? Поехать отдохнуть куда-то. После интервью журналист несколько дней вспоминал тот разговор. В январе он выиграл в лотерею Министерства иностранных дел России сертификат на отдых в одном из самых дорогих отелей Москвы. И решил подарить его русской женщине, которая поразила его во всех смыслах. У меня подруга была в Москве. Она говорила, Борис, я только ногти умею красить и больше ничего. Ну что это за женщина такая, которая умеет только ногти красить? А Татьяна и ногти красит и убирает. И сегодня вы видели, пироги мне еще напекло. Россия освободила Болгарии от турецкого рабства. И некоторые говорят, что Болгария непризнательна. Это неправда. Я именно не могу всю Россию осчастливить, но решил одну женщину сделать такой подарок и осчастливить ее, чтобы она до конца жизни никогда не забыла этот отдых. Я думаю, это выполню. Поэтому Татьяна, я планирую еще ее катать на красном Феррари в Москве. О намерениях журналиста Татьяне сообщили на работе. Как настоящая женщина, с первого раза принять дорогой подарок она отказалась. И даже не надеялась, что история получит продолжение. Я не ожидала, конечно, что такое будет. Он нашел мой номер, позвонил. Утром раненько. Ты говоришь, я все равно приеду, я как обещал, я должен свое слово сдержать. Не хотите вообще ехать так? Поехали на выходные дни. Ну, я сказал, хорошо. Ну, конечно, хочется Красную площадь увидеть. Крымчанка никогда не летала на самолете и даже не покидала пределы полуострова. Почти всю жизнь Татьяна работает дворником. Она не считает себя золушкой, но сегодня оказалась в настоящей сказке. В день, когда Борис и Татьяна встретились, она просто выполняла свою работу и даже не знала, что поймала удачу за хвост. Вот сейчас подмету немножко улицу, вдруг тоже кто-нибудь в Москву на отдых заберет. Мария Красновицкая, Роман Ананьев, Новости 24. Ну, и Маша информирует, как можно поймать удачу за хвост, а мы расскажем о том, что делать, если документы вдруг оказались утеряны. И вообще, на самом деле, потому что все чаще, все большее количество документов, оно все-таки содержится уже в электронной базе. И, во-первых, очень просто в таком случае восстановить. А, во-вторых, ты приходишь в медучреждение, допустим, и говоришь, имя, фамилию называешь, и даже никакие бумажки с собой дополнительно носить не нужно. Вот именно как подробно это все делать, расскажет сейчас дальше Татьяна Балыкина. Страховой номер индивидуального лицевого счета есть практически у каждого. Выглядит он как бумажная или пластиковая карточка, на которой указаны персональные данные владельца. На СНИЛ сохранятся сведения о стаже и зарплате. Предъявлять этот документ нужно не только в пенсионном фонде и при трудоустройстве. Его наличие спрашивают в больнице. Некоторые всегда носят его с собой. Я паспорт пенсионные удостоверения при себе нашел. А в обложечку подложенную в случае потребуется. Стараюсь носить. А почему? Для чего? А ну мало ли что. Где-то что-то пенсионерка, знаете, мало ли что может быть. Чтобы сразу нашли. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал новый закон. Теперь бумажные и пластиковые свидетельства обязательного пенсионного страхования в прошлом. Вся информация будет храниться в электронном виде. Предполагается, что оцифровка данных упростит жизнь и людям, и государству. Я бы согласен, чтобы большинство документов перешло в электронный формат. Очень удобно. Зачем носить лишние документы? Правильно? У них уже все есть. Ты просто приходишь, показываешь свой паспорт, а у них все документы всплывают в компьютере. Правильно? Зачем его носить с собой? Это же это потеряешь и все. Не, ну ребята, вы понимаете, ну везде же требует. Зачем его носить? Если в интернет зайди, и все, все там есть. Те, кто только собираются регистрироваться, уже не получат зеленую карточку. Их данные сразу внесут в электронную базу пенсионного фонда. А это значит, что при обращении за муниципальными услугами носить с собой документ не придется. Хотя при надобности всегда можно распечатать бумажную справку. Вот я сюда пришла, если здесь мне скажут, что нужно переходить, пожалуйста, я верю. Абсолютно к этому трючусь хорошо. А с собой носить тоже документы, только по необходимости. Удобно. А почему? Не знаю, не надо таскаться, она не теряется. Все, уже все записано. Тем, у кого СНИЛС имеется, менять его не нужно. Присвоенный ранее номер действителен. И в электронный вид перейдет автоматически. А что делать, если потерялись СНИЛС? Без него невозможно устроиться на работу или записаться в поликлинику. Все просто. Идете в ближайший пенсионный фонд или один из центров «Мои документы». С собой берете паспорт и в течение 7 дней получаете новый, уже его электронный аналог, который никуда не пропадет. Переход к новому формату будет длиться 3 месяца. Кроме того, сейчас в России разрабатывают мобильное приложение для документов. И, возможно, в будущем мы придем к тому, что для идентификации личности достаточно будет иметь программу на смартфоне. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Я, в свою очередь, также надеюсь, что в будущем мы придем к дорогам без аварий, пробок и несчастных случаев. Об этом сейчас поговорим. Слушаем меня внимательно. Особенно это касается водителей. На трассе этого рида повысилась аварийность. Связано это с тем, что, как сказать, полотно новое и все понимаю. По нему хочется проехать, особенно если есть полный бак топлива. Об этом, кстати, сейчас тоже поговорим. Но не забываем. На трассе много камер и на трассе все-таки установлены знаки, требующие соблюдения правил дорожного движения. Поэтому, пожалуйста, водители, будьте внимательны, а главное, цените свою жизнь и жизнь окружающих. А теперь поговорим про то, что водители ценят, ну, пожалуй, что тоже очень сильно. Это цены на топливо. Итак, газ 27 рублей 57 копеек. Все еще самое дешевое горючее. Дизельное топливо 51 рубль 39. 2 копейки. Конечно, дороже газа. Более того, дороже 92-го. 46 рублей 99 копеек за литр. Да, считайте, 47. 95-й бензин 50 рублей 38 копеек. Чуть больше, чем на 3 рубля. Дороже 92-го. Самый дорогой бензин 98-й. 56 рублей 59 копеек. Бензин для мощного автомобиля и, по всей видимости, для тех, кто и любит полетать по трассе Таврида, что, повторяюсь, делать не стоит. Поговорим также про валюты. Они, между прочим, также стремительно то взлетают, то падают. Разберемся в том, что произошло с долларом и евро. Начнем с доллара. 64 рубля 24 копейки на данный момент за единицу. А это значит, что цена немного упала. С евро ситуация схожая. Падение небольшое. 72 рубля 65 копеек за единицу. Это, собственно, ситуация на рынке валют. Что же, теперь мы предупреждены по всем фронтам. Мы знаем цены на топливо, мы знаем цены на валюту и точно так же мы знаем, что на дороге нужно беречь свою жизнь и жизни окружающих. И ни в коем случае не нарушать правила дорожного движения. В конце концов, их придумали инженеры. И они сделаны оптимально. Ну и если все-таки еще кто-то не передумал летать по трассе Тавридов, которая сейчас работает, я напоминаю, в тестовом режиме, то Госдума приняла решение о законе об ужесточении наказания для покинувших место ДТП водителей. То есть это либо если кому-то был нанесен тяжкий вред здоровью и человек, водитель, покинул место происшествия, то теперь либо ему грозит принудительной работы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Либо это будет лишение свободы на срок до четырех лет. То есть наказание немаленькое только за то, что ты не оказал помощь, а уехал в ФСАИСе. И если это было ДТП, в котором по каким-либо обстоятельствам погиб человек, то наказание будет гораздо более жестким. Это лишение свободы на срок от двух до семи лет в зависимости от того, ну вот от тяжести вообще ситуации. Поэтому ни в коем случае не уезжаем с места происшествия. И если уже беда случилась, то помогаем людям прийти в себя, добраться, нам указываем первую помощь, а потом уже звоним в скорую, в МЧС и в определенные инстанции органов. Это вопрос гражданской ответственности. Помните, нельзя спешить куда-то так сильно, чтобы предупрегать жизнями окружающих, в том числе и своей. Кстати говоря, про спешку спешу сообщить, что с нами на связи Татьяна Балыкина. Надеюсь, она не замерзла, поэтому давайте посмотрим, как обстоят дела в центре города. Доброе утро, коллеги, доброе утро, друзья. Я уже приехала вот на проспекте Кирова, сейчас нахожусь. Здесь уже все-таки начался дождь, многие люди без зонта, поэтому если вы все-таки собираетесь куда-то выходить в Крымчане и все еще находитесь дома, смотрите на стол, обязательно возьмите с собой дождики, зонтики или даже речки. Вот смотрите, какие здесь пробки. Обстановка на дорогах, конечно сейчас очень такая напряженная, потому что утренний сейчас спит, аналогичная ситуация вот еще на проспекте Куйбышево, Москальце, проспекте Победы, улица Киевская, Русская, Ленина, на Александра Невского. Большие пробки сейчас на въезде в город, а вот если вы наоборот хотите уехать из города, то как раз на выезде артерии транспортной свободны. Поэтому все-таки также вам хочу сказать, у меня для вас есть нехорошие новости. Например, меня очень интересует, сколько вы обычно тратите денег на бензин и устраивают вас цены на топливо. Если все-таки вы очень такими недовольны, потому что, несмотря на то, что я лично не вожу машину, но очень многие мои знакомые водители часто жалуются, их не устраивает цены на топливо. Так вот, я вам могу сказать, что у меня есть хорошие новости. Да, еще раз вам покажу пробку, как она растянулась, видите, сколько машин. Вам хочу сказать хорошую новость о том, что глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил стабилизировать цены на бензин и его коллеги будут сейчас этим заниматься. Он ждет до 15 мая предложения по этому вопросу и все-таки очень хочется надеяться на то, что у нас как-то улучшится ситуация и цены на топливо стабилизируются. Поэтому пожелаю вам всем доброго утра, чтобы были только хорошие новости и коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Таня. Слушаю этот вечер, этот рев автомобилей и понимаю, нужно вести добрую традицию. Каким-нибудь образом поощрять наших отважных корреспондентов, которые в такую рань выходят в центры города в такую погоду. Например, вот у меня есть идея дарить билет в кино ну или в театр. Ну, для того, чтобы идти в театр или понимать, какие билеты можно подарить, нужно понимать, что там сегодня показывают. Ну, именно для того, чтобы вы это точно знали, мы и подготовили следующую рубрику. Сегодня в театре имени Горького комедия «Кавалеры». Спектакль о превратностях и уловках судьбы, которая разводит и сводит двух людей, которые еще не знают, что им суждено быть вместе. На пути к счастью герой столкнутся с массой недоразумений. Но никогда не стоит терять надежду на любовь. Главный посыл постановки. Начало в 19.00. В музыкальном театре оперетта «Севастопольский вальс». В основе постановки одноименная песня. Главные герои – молодые севастопольцы, которые лицом к лицу сталкиваются с ужасами войны. Спектакль был поставлен в музыкальном театре в 80-е годы и считался его визитной карточкой. Сопровождать постановку будет музыка симфонического оркестра театра. Начало в 16.00. Также в этот день в музыкальном театре шоу «Квинн Классик» – любимые песни, культовая группа в исполнении струнного квартета. Артисты представят свой взгляд на творчество одной из самых популярных групп в истории. Начало в 19.00. В кинотеатрах в этот день премьера приключенческий экшен «Миллиард». Влиятельный банкир в исполнении Владимира Машкова не хочет делиться имуществом с незаконно рожденными детьми. Ровно до тех пор, пока не выясняется, что они единственные люди, на которых он может положиться. Чтобы вернуть себе состояние, миллиардеру придется ограбить собственный банк. Для детской аудитории также подготовлена новинка «Пушистый шпион». Жизнь домашней кошки Марни кардинально меняется после того, как грабители-преступники отправляют ее в коробки в другой город. Главная героиня оказывается в глухой деревне, где она знакомится с псом, петухом и ослом. Ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе. Сеансы преимущественно в утреннее время. Большинство наших кинотеатров находятся в центре Крымской столицы. Я про Симферопольский кинотеатр. И вот хочу спросить, давно ты гулял по центральным улицам города? Хочу тебе сказать, что получается это, конечно, не часто. Так что, ну, недельку назад точно. Ну, то есть, Артем мог не видеть, а мог и видеть ту самую плитку, которая сейчас проседает, проваливается на центральных улицах города. И вот я хочу сказать, что Наталья Маленко, это глава администрации Симферополя, она уже пообещала, что в течение двух дней подрядчик ликвидирует эти последствия реконструкции, которая проводилась в 16-18 году, что плитку приведут на надлежащий вид и что она не будет проваливаться. Потому что, как ни крути, это центральные улицы города, центральные улицы Крымской столицы. И лицо терять не нужно. Главное, чтобы погода позволила подрядчику все сделать вовремя и качественно. А потом, тем более, она наладится и будет приятно гулять по-красивому, аккуратному и, как мы уже знаем, убранному центру города. Кстати, о погоде. Давайте посмотрим, что нам обещают синоптики на сегодня. Музыка. 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 Резюмируя погоду, хочется сказать, больше всего повезло жителям Армянска. Там дождя не будет, небо чистое. А вот меньше всего повезло жителям Бахчисарая, потому что самая холодная погода, да еще и ливень. С неба будет лить в целом в среднем в прибрежных городах Екпатория, Феодосия, Алушта, Ялта погода плюс 12, плюс 13 градусов тепла днем, плюс 6 ночью, но с осадками. А чего мы хотели? Циклон. Симферополь, Севастополь плюс 11, плюс 12 градусов тепла днем и плюс 3 на 3 градуса холоднее, чем возле моря, обратите внимание, ночью. И все с теми же осадками, по крайней мере надеемся, что не с проливными, а вот пока пойдет дождь и пройдет, и небо будет чисто. Потому что на самом деле уже очень хочется тепла, я уверена, что большому количеству людей уже хочется скинуть все эти плащи, теплые куртки и просто ходить, наслаждаться погодой весной, потому что уже, как ни крути, 18 апреля и это середина весны, а погода все еще такая, ух, заставляет держаться в тонусе не только себя, но и кожи и все остальное. Знаешь, мне кажется, что слово «хочется» недостаточно сильно описывает то желание, которое возникает, когда думаешь об этой чудесной, удивительной крымской весне, в которую, ну, элементарно приятно гулять по парку, ты дышишь запахом цветений, этой зелени, растений, смотришь на это голубое небо и понимаешь, да, мне повезло с местом, где я живу, особенно, когда выезжаешь на берег. Это вообще потрясающий вид, как мне кажется. Ну, а я сегодня, когда шла на работу, вот проходила уже на пункте пропуска у нас на телерадиокомпании, я увидела сразу три бегуна, которые вот люди, которые встали, допустим, еще 6 часов утра не было, это было гораздо раньше, и они проводят свое утро так, вот его встречают, и им не страшны, никакая погода, никакие холода, потому что с утра уже тоже моросил дождь, поэтому нужно быть готовыми к этому. Ну, я, конечно, восхитилась этими людьми, но их подвиг я бы не совершила, не повторила. Да, в целом полезная информация. Бегать по асфальту нужно тоже правильно, иначе это может быть очень вредно для позвоночника, потому что происходит компрессия межпозвонковых дисков, как следствие, грыжа. Нужно покупать специальную обувь специализированных магазинов для бега. А так вообще предлагаем бегать по специальному комфортабельному покрытию, которое есть на стадионах. Ну, между прочим, это локомотив, фиолет, если говорить про Симферополь, кстати, про комфортабельность. А ведь у нас прямо сейчас в МРИИ находится корреспондент. Марина Патрина, и она на прямой связи со студией, и уже готова поделиться с нами последними новостями о том, как идут все приготовления, последние, надеюсь, уже приготовления к форуму. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Артем, еще раз. Наше третье включение. Мы продолжаем работать на 5-м международном экономическом форуме. Пока что еще он не начался. Проходят пока организационные сборы, устанавливают баннеры, последние штрихи наводят организаторы. Я сейчас в студии с Александром Макарем, который сегодня будет работать весь день здесь, и завтра, и всю работу форума мы будем освещать. Саша, у тебя здесь определенная миссия. Ты будешь работать с иностранными гостями. Скажи, пожалуйста, как ты к этому готовился? Подноторел немножко в своем английском? Поработал? Честно говоря, для меня это огромная практика, огромный опыт, и я очень люблю общаться с иностранцами. Я здесь убиваю сразу двух зайцев, открываю для себя мир других людей, с другим мировоззрением, не таким, как у нас, отличным от нашего, и в то же время практикуюсь на английском. Конечно, Ялтинский экономический форум – это возможность узнать, что мир думает о нас, что разные страны думают о нас. Не просто правительство, как мы привыкли думать, анализируя какие-то заявления политиков, а простые люди. Обычные бизнесмены, которые приезжают сюда, общественные деятели, журналисты, конечно, с ними приятно пообщаться, узнать их мнение, настоящее мнение представителей тех стран, с которыми мы сотрудничаем, и мы планируем только сотрудничать. Я думаю, это действительно расширяет границы, рамки, расширяет возможности для сотрудничества. И думаю, Ялтинский экономический форум в этом году пройдет не менее успешно, чем в предыдущем. Саша, мы работали на экономическом форуме в прошлом году, тоже у тебя были гостевые форматы, ты работал, но не в такой комфортной обстановке. Вот у нас сейчас новая смонтированная студия, ты второй гость в ней, скажи, пожалуйста, как ощущения? Это мы сейчас в утро включаемся, тогда я могу сказать слово кайфую, я просто кайфую от этой студии, действительно, это очень здорово, потому что это уровень, да, ты чувствуешь, что ты можешь, это как будто твой дом, ты приводишь в свой дом, здесь все красиво, здесь все уютно, здесь все гостеприимно, поэтому с нетерпением ждем наших гостей, думаю, они уже в какой-то веке насладятся нашими крымскими пейзажами, видами, горами и все-таки придут к нам в гости, мы пообщаемся, обсудим наиболее интересные вопросы. Ну что ж, я желаю нам, а ты желаешь мне, да, наверное, хорошо поработать сегодня, чтобы мы были первыми, доносили информацию до наших телезрителей, рассказывали максимально интерактивно и интерактивно, и эксклюзивные интервью выдавали в прямой эфир. Ну все, удачи нам всем, пока! Спасибо, Марина, я напоминаю, что Марину, Патрину, Сашу, Макаря и Игоря Китаева мы сегодня сможем видеть целый день в прямых эфирах на телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24». Они будут работать для нас круглосуточно практически не только сегодня, но и завтра, и послезавтра до конца форума, пока все три дня, пока он будет длиться, и ребята будут действительно показывать нам эксклюзивные интервью с гостями, с иностранными гостями, с жителем полуострова, и рассказывать о том, какие инвестиции, какие договора будут подписаны, и на какие суммы. В принципе, об остальной информации, я думаю, они расскажут уже чуть позже и сами, но мы пока немножечко поведем на другую степь, немножечко, да? Конечно, во-первых, хочу сказать, что у нас зато просторно, если говорить про нашу студию, и можно разгуляться. Вот, пожалуйста, выйти к телевизору, так что все студии хороши по-своему. По поводу английского языка, очень интересная информация прозвучала про подготовку, и я сам вспомнил, что давно не развивал, скажем так, свой уровень, не поднимал его. А вот ты занимаешься иностранными языками? Я каждый год обещаю отцу, что я начну этим заниматься, что все-таки я выучу английский язык, и что он у меня будет на отличном уровне, но пока все еще эти моменты я откладываю, и находятся тысячи причин, тысячи оправданий, но все-таки в будущем я собираюсь, чтобы он у меня был, по крайней мере, хотя бы на приличном уровне. Вот буду заниматься с Сашей Макарем, у нас еще есть Анастасия Соленей, корреспондент. Буду приглашать их на обед, и с ними будем вместе все тренироваться. На ланч. Между прочим, об этом, ведь есть еще один универсальный язык, который ты, Саша, наверняка знаешь. Это язык кулинарии, который объединяет людей по всему миру. И мне кажется, что блюдом можно объясниться не хуже, чем словами или каким-то даже красивым пожеланием. Вот об этом, ведь в Крыму произрастает очень интересная плантация, которую, между прочим, можно вкусно приготовить. Прямо сейчас давайте и узнаем. Именно так в Нижнегорском районе начинают грибной сезон. Здесь, вне зависимости от времени года, среди садов выращивают вешенки. Процесс выращивания вешенки начинается, самое главное, с качественного сырья. Для этого мы используем местную солому, которая, вы видите, она без гнили, качественная, хорошая, сухая. Солома – это корм для грибов. Ею они будут питаться во время созревания. Поэтому для хорошего пищеварения сухую траву нужно размягчить, а потом искупать. А это своего рода душевая, где солома смешивается с водой при 70 градусах. В течение получаса она очищается от различных загрязнений, после чего питательная среда для мицелия готова. После вводных процедур солома попадает в пастеризационный тоннель. Здесь происходит обработка паром. Такая процедура длится 36 часов. Тем самым мы убиваем в соломе абсолютно любые вредные примеси и готовим идеальные условия для инокуляции, то есть для зарастания нашей вешенки. Делают это в самом чистом помещении, где перед началом посева происходит полная дезинфекция как оборудования, так и человека. Ведь любой упущенный микроорганизм может убить всю партию грибов. А это 12 тысяч тонн. После того, как солома прошла всю необходимую водную и паровую обработку, ее необходимо смешать с мицелиям. Это происходит с помощью вот такого оборудования, после чего смесь помещается в мешки, которые на месяц станут домом для грибов. Когда грибные блоки сформированы, их развешивают в ростовых комнатах. Один такой зал вмещает полторы тысячи мешков, каждый из которых прослужит два месяца и даст более двух килограммов. Но сначала вешенки должны обжить предоставленные им квадратные метры. Идет процесс обрастания. Это вот хорошо видно на тестовых мешках. Вы видите, что мешок белого цвета. Это значит, что вот это все, это мицелий. То есть это все грибница полностью, плотная грибница. И с нее начинают потом образовываться вот такие вот выходят приморгии, которые в дальнейшем становятся грибами нашими. Чтобы приспособиться к привередливым вешенкам, научиться поддерживать температуру в пределах 16 градусов и высокую влажность, сотрудникам предприятия понадобился год. В ростовой комнате создается особый температурный режим. Мы видим, что вешенки чувствуют себя очень здесь комфортно. Своеобразная поляна буквально усыпана грибами. И вот хотела обратить ваше внимание, что вот эти малыши буквально через три дня достигнут вот такого размера и будут готовы к употреблению. Если все условия соблюдены, то уже через 28 дней можно собирать урожай. Основная часть продукции сразу отправляется на материковую часть России. В Крыму же она продается на ярмарках или же поступает для переработки на консервный завод, где эти грибы маринуют. Сейчас проблем с реализацией нет, и руководители предприятия намерены увеличивать производство. Салия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну а пока Саля рассказывает, как производятся продукты, которым с прилавка попадают на наш стол, то Таня Балыкина уже готова рассказать, как обстановка в городе, в центре крымской столицы. И она на прямой связи со студией. Еще раз, Танечка, здравствуй. И снова здравствуйте, друзья. Я сейчас нахожусь в парке имени Гагарина, вот мы сменили локацию. И я вам скажу, что это одно из самых красивых мест в городе, особенно в последнее время. Мне вообще здесь очень нравится. Одно из моих самых любимых мест. Смотрите, вот просто приятно даже смотреть на то, как он преображается. Вот на месте вот этого вот, можно сказать, зеленого насаждения, да, здесь уже вовсю деревья, цветочки. Когда-то были старые такие вот аттракционы, их уже смесли. Действительно, очень приятно наблюдать за тем, как просто в щитные месяцы парк преображается и становится таким прекрасным. Вот смотрите, как здесь замечательно. Люди уже гуляют. И обморачает, наверное, настроение. Только то, что холодно все-таки. Слегка моросит дождик, и на улице так вот сыро. Именно сыро. То есть главное, чтобы не проникло в душ, и чтобы настроение было хорошее. Поэтому вот все зависит от нас самих. Вот. Также вам хочу сказать, что, ну, как говорится, да, любая погода хороша, но вот в данный момент я с этим не соглашусь, потому что, ну, нельзя сказать, что любая погода прекрасна, когда она срывает планы. Например, парк имени Гагарина должны были вот через несколько дней, уже 20 апреля, высадить лаванду. Волонтеры уже акцию решили такую провести, чтобы еще как-то облагородить и украсить наш замечательный парк. Но, к сожалению, их планы перенеслись на 5 мая из-за погодных условий, потому что в такую погоду просто невозможно работать, и нельзя будет высаживать цветы, кустарники, потому что просто почва размокнет. Если пойдет дождь, то... ... ... ... ... Вот. Даже несмотря на погодные условия, многие люди работают, вот стригут газон. Также хочу вам еще напомнить, кстати, друзья, о том, что у нас есть соцсети и по хэштегу «Утро нового дня», или если вы просто вобьете в поисковик вот эти вот тресовки, Instagram, Facebook, вы сможете нас найти. И там мы с вами делимся самыми интересными новостями, а также жизнью за камерой. Как-то все у нас происходит. Я думаю, что вам это будет интересно. Также вы нам можете присылать свои фотографии. Мы сейчас тоже с друзьями, с коллегами запустили флешмоб такой шуточный. Мы шлем всем воздушные поцелуи. Поэтому я тоже вам посылаю воздушные поцелуи, друзья. И желаю всем хорошего настроения. Коллеги, вам слово. Спасибо, Танюш. Спасибо, Тань. А мы напоминаем, что действительно у нас есть наша группа в социальных сетях, и мы очень реагируем, и у нас есть обратная связь. И поэтому, если вы напишете или пришлете свои фотографии тематические, которые как-то связаны с нашей группой, либо будете участвовать в акциях, которые мы запускаем, то мы обязательно их публикуем на своих официальных страницах. Да, это те еще интернет-новости. Так что ищем в группах в соцсетях «Утро нового дня», либо по хэштегу, либо просто бьем в названии, и вы сразу нас находите. А еще мы для вас нашли новости интернета. Давайте посмотрим прямо сейчас. Дом там, где тебе хорошо. А если своей недвижимости нет, сгодится и транспорт. В сеть попала видеонарезка процесса обустройства жилья в кузове автофургона. Тут все как надо. И паркет, и шумоизоляция, и освещение по периметру. Помощь друзей пришлась как раз кстати. А что, получилось очень даже уютно. Зачет за трудолюбие. Ловкость рук и никакого мошенничества. Тем более, если руки не две, а четыре. По сети разлетелся ролик, в котором два товарища обманывают доверчивого зрителя. Реакция парня не может оставить без улыбки. Особенно забавно наблюдать трюк со стороны. Магия еще никогда не была настолько реальной. Вы, должно быть, не знали, но у борзых удивительный не только внешний вид. Чудеса мимической гибкости демонстрируют четвероногая героиня этого видео. Оказывается, за стройностью фигуры скрывается невероятная эластичность. Так вот, что значит вертеть носом. Быстрее. Выше. Длиннее. NASA продолжает покорять рубежи возможного. Самый большой самолет в мире Страта Лаунж совершил свой первый испытательный полет. С общей длиной крыльев в 117 метров он предназначен для запуска небольших ракет. Пик достигнутой скорости 280 км в час. Ветеран морской пехоты США пересек финишную черту на коленях. Бывший боец сбежал дистанцию в честь погибших товарищей, но на последних километрах его ноги подкосились и он упал. Не сдавшись, он продолжил свой путь к цели буквально по-пластунски. Очевидцы пытались помочь, но мужчина упрямо отказывался, желая закончить начатое и почтить память друзей. На финише ему оказали медицинскую помощь. Архитектура, как известно, не стоит на месте. Популярность набирает ролик, снятый в терминале нового аэропорта в Сингапуре. Тропическая оранжерея и падающий со стеклянной крыши водопад поражают своей красотой и изяществом. Особой футуристичности добавляет электронный трамвай, идущий по Виадуку. Собаки не любят почтальонов. Это, конечно, не новость, но чтобы неприязнь заходила так далеко, четвероногий охранник настолько сильно не хотел отпускать доставщика писем, что буквально выпрыгнул в окно. Ничего, что оно закрытое. Грохот бьющегося стекла испугал молодого человека, но, вероятно, и остановил защитника дома. Главное теперь быстро вернуться в автомобиль. Быстро вернуться в автомобиль, чтобы успеть и не попасть в пробки. О них прямо сейчас и поговорим. Следуем за мной. С высоты буквально птичьего полета посмотрим, как обстоят дела в Симферополе и постепенно приблизимся. Итак, картина, как всегда, достаточно ясная. Центр города стоит, либо еле движется в тянучках. Разберемся подробнее. Итак, стандартно. Улица Ленина перед площадью Советской, как всегда, обездвижена. Естественным образом в обе стороны. Проспект Кирова ситуация такая же. Перед площадью Советской движения нет. Что касается площади Куйбышева, тут ситуация еще сложнее. Смотрим. Со стороны Киевской движения фактически нет. Со стороны проспекта Победы тоже. И со стороны улицы Киевской, со стороны Москальца, ситуация идентичная. Правда, стоит сказать, что тут тянучка. А вот от площади Куйбышева движение, кроме проспекта Кирова, в принципе, свободное. Давайте немножечко отдалимся в центр города и сразу авария. Так, предупреждаю всех автомобилистов, кто будет ехать по улице Карла Маркса и ее пересечению Жуковского. Тут столкновение, поэтому естественным образом будет затруднение движения. В принципе, что хочется сказать, что центр города хоть и движется, но медленно, но ведь главное, что движется. Все дело в том, что светофоры работают, да и к тому же большинство наших зрителей уже спешит на работу. Итак, последняя позиция. Посмотрим, что там с объездной дорогой. А тут, как всегда, на развязках, конечно же, движение затруднено, но зато большая часть полотна свободна и можно легко с одной точки доехать в другую. Главное, выждать свое время на развязке. Собственно говоря, вот так везде можно успеть, если что, правильно, выехать заранее. Ну и Артем, ты знаешь, я с тобой полностью согласна, но при этом мне хочется подчеркнуть, что, наверное, большинство из этих людей не только спешат на работу, да, вот с утра, как в это время, как обычно, но и все-таки пытаются еще успеть на Ялтинский международный экономический форум, который сегодня проходит в Ялте и пытаются в нем поучаствовать. И, кстати, из Ялты с нами на прямой связи со студией Марина Патрина, и она готова уже познакомить нас со своим гостем. Марина нас слышит. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Артем. Вы нас очень взбодрили своим эфиром, потому что у нас уже третье включение в прямой эфир из нашей студии. Мы продолжаем работать на пятом экономическом форуме в Ялте. Настроение потрясающее. Сегодня очень много событий. Раннее утро, а мы уже общаемся с гостями. И вот сейчас рядом со мной министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Доброе утро. Как настроение? Замечательное настроение. Ожидание от форума. Ожидание исключительно положительное. Прекрасное место. Все прекрасно складывается. Большое количество гостей. Причем не только с территории Российской Федерации, но и за ее пределами. И тема туризма, на наш взгляд, на одном из первых мест, если не на первом. Да, ваша тема, она действительно будет флагманская. Обсуждаться будет здесь, в городе Жемчужине. Скажите, пожалуйста, какие у вас проекты, какие-то магистральные направления для обсуждения? Потому что действительно, как вы сейчас сказали, иностранные гости. Это прекрасная возможность презентовать потенциал нашей республики, как самого такого курортного региона страны. Спасибо. Ну, логика, в общем-то, остается приятней. В Крыму реализуется федеральная программа, целевая, и созданы уже пять кластеров. Я думаю, в ближайшее время появятся еще дополнительные кластеры. В этих кластеров создаются инвестиционные площадки, и эти площадки, мы, собственно говоря, предлагаем инвесторам. То есть достаточно практичный, конкретный разговор. Причем уже есть некоторые успехи, например, в Черноморском кластере туристическом есть уже первый инвестор, большой заход, больше 26 гектаров из 150, которые там есть, автокемпинг, который построен в рекордные сроки, и вот на майские праздники будет уже открываться. А затем на его месте появится гостиница на полторы тысячи номеров. Много ли у вас секций, вот в течение этих дней вы будете работать, насколько интенсивно, или вы будете пущать мероприятия, которые, ну, где-то параллелят с вашей тематикой? Ну, в общем-то, перерывов не будет. То есть практически с 10 утра сегодня начнется, и, по-моему, с 7 вечера сегодня закончится. Так что, так или иначе, с туризмом связаны, ну, многие секции сегодня. А это же деловые контакты, завязывание полезных знакомств, в том числе и тех людей, которые будут здесь представлены, от Республики Крым, которые к нам приедут. Ну, вот для себя, как вы оцениваете этот потенциал, и для тех людей, которые будут здесь представлять, в том числе, индустрию туризма? Вы знаете, это возможность и формального, и неформального общения. Это возможность действительно поговорить с теми, кто представляет те или иные структуры и принимает решения. Здесь будут представители целого ряда федеральных структур, Министерства экономического развития. У нас запланированы совместные переговоры, запланировано обсуждение и в ближайшее время реализация целого ряда программ, в том числе по развитию санаторно-курортного комплекса. То есть очень практичный, конкретный разговор бизнес-то-бизнес и бизнес-власти. Здесь даже завтраки, к слову, деловые, поэтому вариантов как-то праздного. Завтрак у меня сегодня был обычный, нормальный. Обычный, нормальный. Ну что ж, я не буду вас задерживать. Я понимаю, что программа очень обширная. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо за соглашение, инвестиции. И только вперед. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. До встречи. Ну что ж, доброе утро еще раз. Я напоминаю, что мы работаем на пятом экономическом форуме в Ялте. Очень много гостей, очень много событий, интересная повестка. Обо всем расскажем в прямом эфире. Включаться будем в новости, в межэфирные программы. Так что, ребята, доброе утро, хорошего дня. Пожелаем нам всем успешной, благотворной работы. Пока. Спасибо большое, Марина. Утро действительно доброе. Да, Марина успела сегодня за два часа уже четыре прямых включения сделать. Из них два с гостями. И поэтому я тоже хочу подытожить и напомнить, что на Ялтинском международном экономическом форуме планируют подписать соглашение на 162 миллиарда рублей. Это огромная сумма. И ялтинский международный юбилейный форум будет проходить с 18 по 20 апреля. И ожидается присутствие трех тысяч человек из ста стран мира. При том, что попасться на форум было не так уж и просто. И были делегации, которым даже выделили статус почетных гостей. Это делегации из Франции и Сирии. Я напомню, что в прошлом году как раз таки с Сирийской Аравской Республикой на ЕМФ в прошлом году был подписан меморандум на сумму 62 миллиарда рублей. Мне понравилась фраза, которая была сказана про неформальное общение. Ведь все-таки это действительно важные цены. Поэтому мне так нравятся наши эфиры, что мы общаемся с зрителем напрямую, буквально неформально. И в такой же обстановке можем рассказывать интересные новости и события, связанные как с форумом, так и с мировыми открытиями. Вот, например, ты знала, что израильские ученые научились печатать сердце, человеческое сердце, на 3D-принтере? Ну, с клетками. Не просто из пластика, что ли? Нет, настоящее человеческое сердце. Они берут клетки донора-носителя, превращают их в стволовые и при помощи специального оборудования из них буквально как конструктор складывают сердце. Сердце абсолютно биосовместимое и рабочее. Сейчас была напечатана маленькая моделька, как дополнительное запасное колесо на автомобиле, которое в два раза меньше основного уже. Но совсем скоро будут печатать настоящие рабочие и функциональные органы. Ну, это потрясающе, потому что вы представляете, на каком, сколько раз это сократит количество тех людей, которые нуждаются, ну, поможет, точнее, тем людям, которые нуждаются в пересадке сердца или любого другого органа. Всегда донорство это такая вещь с большими очередями, в которые сложно попасть и при этом нужно ну, иногда ждать годами. А тут получается, да, что ожидание будет исключительно на время напечатания продукта и его разработку и подготовку. Это очень хорошо, тем более, что сердце нужно беречь с точки зрения и физиологической, и психологической. Его нужно регулярно согревать теплым чаем, как мы будем отпаивать наших, согревать нашего корреспондента Таню, так и интересными историями, прекрасными видами и приятным общением. Кстати, все это одновременно мы можем увидеть в следующем репортаже Александра Ткачева. Долина реки Улу-Узень – одно из наиболее живописных мест в окрестностях Алушты. Улу-Узень переводится как «большая река». Водосбор реки находится сразу на двух яйлах – Четырдакской и Бабуганской. За тысячи лет вода принесла с собой мелкие глины и гумус, которые и образовали плодородный слой почвы. Эти земли издавна любимы виноградарями и садоводами. В речной долине глубокие плодородные почвы, а близость моря обеспечивает мягкий климат. Именно поэтому здесь произрастают наиболее теплолюбивые сорта винограда, в частности, мускаты. Алуштинский регион славен именно своими десертными винами. Теруар – так виноделы называют микроклиматический регион выращивания винограда. И пойма реки Улу-Узень в этом смысле уникальна. Из-за долгой и теплой осени ягоды на лозе могут держаться до ноября-декабря. Из такого суперсладкого винограда здесь готовят так называемые такайские вина. Сегодня это земли совхоза Алушта. Но в XIX веке территория принадлежала генералу Раевскому, за что и получила название «Рай». Позже поместье перешло в собственность богатого купеческого рода сарибанов, которые прославили эту землю на всю Российскую империю. Михаил Сарибан слыл фанатичным агрономом и требовательным хозяином. В его садах росли груши массой до полутора килограммов. По рассказам очевидцев, секрет таких урожаев в необычайной подкормке. В грунт под деревья закапывали свежевыловленную черноморскую хамсу. Рай, принадлежавший одиозному помещику с пришествием на полуостров коммунистов, резко окрасился в красный цвет. Имение Сарибан в собственность государства передал добровольно, за что был назначен управляющим новообразованного колхоза. Отдан был советскому народу и дом купцов-караимов. В нем разместилось общежитие. Здесь, под пологом двухсотлетних кедров и располагается само имение. Оно построено в стиле ар-нуво – в модном направлении модерна конца XIX-начала XX века. Здание и сегодня разделено между несколькими хозяевами. Из-за многочисленных перестроек некоторые декоративные элементы не сохранились. Остался лишь карнизный фриз в виде переплетения каштановых листьев, кованное ограждение балкона, пинакли с цветами подсолнуха и витражная роза на балконе. Исчезли и сады. Разве что островки величественных хвойных деревьев на фоне бесплодных склонов выдают остатки богатого хозяйства. Местность вокруг Изобильнинского водохранилища иногда называют Крымской Швейцарией. И правда, главная гряда Крымских гор здесь поднимается наиболее высоко и немного похожа на Альпы. Вершины Чучель, Черная, Берлиан, Кош, Синаб, Дак на Бабуган, Еле, Эклизи и Ангар, Бурун на Четердаге образуют над глубокой долиной настоящий амфитеатр. Именно поэтому здесь в 1979 году решили возвести Изобильнинское водохранилище. Для его организации русло реки Улу-Узень перекрыли 70-метровой дамбой. Сегодня это самый глубокий пресноводный водоем полуострова. У его северной границы берет начало Крымский природный заповедник, где сосредоточено все разнообразие дикой природы полуострова. Александр Ткачев, Олег Бойко, Утро Нового Дня А мы ведь в какой-то мере тоже своеобразная дамба. Ну, в том смысле, что информационный поток с интернета, со всех возможных источников просто сыпется на людей, а мы представляем из себя фильтр, который собирает его и рассказывает все самое интересное и самое актуальное. Кстати, именно этим мы и занимались прошедшие два часа. Да, ну и хочется подчеркнуть еще раз, что те люди, которые сейчас спешат по своим делам, часто, которые спешат на Ялтинский международный экономический форум или часто им приходится ездить по трассе Таврида, чтобы они все-таки не нарушали скоростной режим. Я напоминаю, что трасса работает в тестовом режиме и что там установлено большое количество камер, поэтому все нарушения в любом случае фиксируются и можно понять страсть к скорости и, конечно, и что дорога новая в хорошем качестве, но все-таки привело это к большому количеству аварий на дороге, поэтому все-таки своя жизнь прежде всего и иногда можно дела подождут и можно на что-то даже опоздать, хотя, конечно, не хотелось бы. Конечно, да. Ровное полотно, оно так и манит нажать педаль в пол. И неважно, в тестовом режиме трассы или нет, нарушать нельзя в принципе, потому что в первую очередь нужно заботиться о жизни своей и окружающих, а спешить можно и помедленнее, как говорится, потому что поспешишь, да не только людей насмешишь, что уж там можно и в кювет улететь, между прочим, что регулярно и случается, мы вполне себе грамотно и вовремя, без спешки, подвелись к нашим коллегам с новостей. Они просто уже тоже на прямой связи со студией, но сегодня очень много прямых включений. Доброе утро, Сережа. Саша, Артем, доброе утро. Рад вас снова видеть и принимать эту информационную эстафету. Ну вот, Сереж, у нас сегодня, я как уже сказала, что у нас день прямых включений и готов ли ты сегодня в связи с форумом, с тем, что он стартовал, стартует уже в Ялте, я знаю, что новости будут работать просто в режиме нон-стоп. Конечно, Ялтинский международный экономический форум уже действительно стартовал. Он будет главной темой наших выпусков на ближайшие дни, не только на сегодня. Там работает несколько съемочных групп телеканала, и мы уже готовы к прямым включениям с этого значимого для всего полуострова мероприятия. Ну а помимо ЯМФ, что еще сегодня мы... О чем еще мы сегодня узнаем из новостей? Ну опять же, как я уже говорил, пятый ЯМФ без преувеличения можно назвать главным экономическим событием года в республике. На площадке подпишут ряд инвестиционных соглашений. Что они принесут Крыму, мы расскажем в течение дня. Кроме того, наши журналисты покажут проблемные памятники архитектуры Крыма и прибытие легендарного поезда Победы в Балаклаву. Все это и многое другое смотрите в выпусках новостей и ни в коем случае не переключайтесь. Ну, мы бы себе такого и не позволили. Спасибо большое, Сережа. Доброго тебе утра и хорошего эфира. Ну, а Даша и Стофита действительно перенимают коллеги с новостей. Да, мы уходим из кадра, но это не значит, что интересная информация закончилась. Новостей будет еще больше, а мы постарались как можно активней провести это утро вместе с вами, разбудить вас, а главное, зарядить хорошим настроением и полезной информацией. С вами был Артем Андроновский и Александр Карнович. До свидания, до новых встреч. Пока-пока, до завтра. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова